Слава Господу, братья и сестры! Я рад приветствовать вас сегодня в собрании, в собрании праведных, в собрании святых и избранных Господом, самим Иисусом Христом. И читая, написано перед вашими глазами, в каждом служении, мы читаем, мы проповедуем Христа распятого, так? Это хорошо! Мы проповедуем Христа распятого. Но было время, когда ученики, когда Христа взяли на распятие, что их, как бы сказать, их цель в жизни, говорит, иду ловить рыбу. А ученики говорят, кажется, вы же так много видели всего. Говорят, и мы с тобой идем ловить рыбу, потому что Иисуса уже нет. Но дальше написано, братья и сестры, Христа, мы проповедуем Христа воскресшего, который был на земле, который на гресте Голгофе взял наши грехи и вознесся на небо. И у нас есть определенное утешение, что наши грехи забраны Иисусом Христом, и Он вознесся на небо. И если бы было бы только все, тогда делай на земле, что хочешь. Потому что привычки человека грешить и не всегда каяться. Но важны третьи, третье слово, и вновь грядущего. Итак, мы проповедуем Христа распятого, Христа, который воскресшего. И вот для нас самая главная тоже эта третья как бы часть вновь грядущего. О-о! А вот тут уже стоит задуматься. Он же придет, а не то, что улетел и не стало, как фыхр, как эти торнеды здесь проходят. Прошли и все. Нет! Мы проповедуем Христа вновь грядущего. Значит, Он придет за нами. Он нас возьмет отсюда. А во всякое время мы готовы, чтобы Он нас взял отсюда. Значит, нам уже надо думать. Нам нужно исповедоваться, если нужно. Нужно себя очищать. Нужно увязывать свои глаза, свои похоти. Почему? А потому что мы проповедуем Христа вновь грядущего за церковью своей, за нами. И наши глаза увидят Его. Такого, как Он есть. Потому что мы это верим, эти сестры. И псалмопевец Давид интересно написал в Псалме 50. Он сказал такое слово. Сердце чистое сотвори во мне Божий, и Дух правий обнови внутри меня. Интересно. Значит, было состояние Давида, что он понимал то состояние, когда сердце было чистое, и когда сердце стало нечистое. Что-то произошло. Что-то в человеке в жизни произошло. Мы знаем, что произошло. После того, как случилось, он встречался с Версавией. И оно это увидел. И он говорит, сердце чистое сотвори во мне Божие, и Дух правий обнови внутри меня. Возврати мне рано спасение Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Значит, братья и сестры, значит, раньше было хорошо. Дух радовался. Он чувствовал, что его Дух не укашенный, но он чувствовал эту великую свободу. А теперь обнови. Значит, он нуждается, он скучает, он, как в голоде, голодный тем состоянием, которое у него было раньше. Он говорит, обнови, обнови, возврати мне рано спасение Твое, и Духом владычественным, Духом святым. Там сказано в стихе между этим. Утверди меня. Дорогие мои братья и сестры. Человек должен всегда переживать возрождение. Хотя дьявол всегда будет препятствовать во все времена, как было раньше, так и сегодня. И у тех, у кого связь с Богом потеряна, кто не ищет, знаете, так, близкого отношения с Богом, за тех сатана спокоен. Он даже их не тревожит. Он даже им палки в колеса не ставит. У них и машины едут хорошо, у них и работа вроде хорошо, и так хорошо, и искушений нет. Почему? Потому что сатана их даже не трогает. Потому что они знают, что они для Бога, для Отца своего, бесплодны. А вот те, которые жаждут приблизиться к Богу, он старается вред нанести, какие-то мысли принести во время собрания, после собрания, в глаза что-то вставить, чтобы смотреть каким-то, под каким-то углом, неправильно, знаете, он начинает свою заботу. И освящение, освящение наше, всегда требует усилия и жертвы. Хотя грех в последнее время становится привычным в нашей жизни. И когда мы делаем, оно начинается нам нравиться. Потому что в последнее время мы живем во время, когда церковь, трудно и тяжело это сказать, но когда церковь потеряла свое место или свою силу в этом мире. Когда проходит такое отступление в народе. Вот знаете, в это время и сатана свирепствует, но и свобода потеряна, духовная свобода. И я думаю, что у многих из нас сидящих в нашей жизни, когда мы смотрим, как было раньше, когда Бог нас крысил Духом Святым, что у нас происходило. И у нас, когда мы, знаете, при всех, мы так, знаете, можем так гордиться, так, знаете, а когда мы один на один с Богом, то я думаю, это нам как бы приемлемо или близко сказать, Господи, возврати мне радость спасения моего, чтобы я всегда радовался, ибо я чувствую, что где-то что-то потерялось, что-то где-то не то. Братья и сестры, оно получается в жизни нашей, когда мы делаем грех, оно нам нравится. И я хочу такой пример, что большая свобода, большая свобода, тем большая борьба. Я посравниваю это с кредитной карточкой. Когда мы имеем кредитную карточку еще не одну, а там три, четыре, и в зависимости, как мы только провели кредитную карточку в магазине, сразу поменялась наша жизнь. Сразу, при большой свободе, есть большая борьба. И как только мы провели эту карточку, сразу наша жизнь изменилась не в лучшую сторону, в хужую. Мы стали зависимы, мы стали должниками, мы стали рабами. Наш семейный уровень не увеличился, что новый диван, а ухудшился, потому что внутреннее свое состояние подавлено, и ты себя понизил. Братья и сестры, в жизни нашей мы делаем много ошибок, много неправильных путей из нашей жизни. Но слава Богу, что для нас есть искупительная жертва и Иисуса Христа, пролитая кровь, голгофские страдания, это великая жертва. Когда мы читаем Священное Писание Псалома Сахова, интересно сказано, вот это наша свобода, как я сказал, кредитные карточки, при свободе нашей согрешения, много мы себе позволяем, то, что не должны, мы знаем. Когда мы один на один с Богом, мы знаем. И когда что-то случается, сразу мы знаем, что надо делать в нашей жизни. И Псалома Сахова говорит, ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Правда, жестокое слово? Очень жестокое. И если бы это так и случилось, это старозаветный Псалом, Псалома Сахова, если бы было буква за букву, око за око и зуб за зуб, ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой, как и ты. И тут изобличу тебя, представлю перед всем, все открою, все узнают, все твое состояние, все твое внутреннее состояние. Это страшно, братья и сестры. Но, слава Богу, что в Священном Писании есть такое место Писания, что милость превозносится над судом. Милость превозносится над судом. Исаия записал это в 1 главе с 18-19 стихиках. Он говорит, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Интересно место Писания. Как будто бы их Бог беседует с человеком на его уровне. Знаете, мы как-то привыкли говорить Бог и представляем его такого недоступного, такого далекого и великого. Мы знаем, что он великий Бог, который сотворил все видимое и невидимое. Знаете, то, что все вокруг нас Бог. Знаете, какой-то великий. Но знаем, что этот Бог имеет дело с человеком. И только мы говорим Бог, каждый представляет его по-своему. Кто-то представляет его как отцом, который любящий, который берет, как ребенка, на руки, поднимает. И даже этот ребенок, если что-то сделает прямо на лицо отца, он все равно его поднимает, все равно колышет, потому что Бог отца, который к этому ребенку, которого родил. А некоторые представляют его жестоким, некоторым злым, которые как судья праведных на престоле. И поэтому что-то, если у нас что-то происходит, сразу судья, судья. И судья, такой знаете. А здесь Бог приближает себя на уровень человеческий и говорит к нам, тогда придите, говорит, рассудим. Говорит, Господь, если будут грехи ваши, как багряные, Бог говорит, как снегу белю. Этой трапезой, которая сегодня перед нами, это Господь предложил, сошел на уровень человеческий и сегодня приглашает нас, придите, рассудим. Придите не как к судьи, не как к какому-то страшному, а говорит, я ваш друг, как к другу, как к вашему отцу, не бойтесь. Придите, и рассудим ваше состояние. И если, говорит, я найду вас, если будут грехи ваши, как багряные, как снегу белю, если будут красные, как пурпур, как волну белю, говорит, и говорит, если захотите. Интересно, и даже такой выбор дает. Кажется, Бог, который творил все и страдал за нас, мне кажется, вы по-нашему сказали, ну, я вам сказал, чтобы так и так было, он добровольно страдал, и добровольно хочет, чтобы мы его приняли. Он говорит, и если захотите, и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Смотря на это священное писание, я вижу в пример для нас апостол Петр, который отрекся и клялся в свое время, что я не знаю Христа, я не знаю Его, о чем ты говоришь. Да если Его призвали бы перед Пилатом или перед Синедрионом, знаете, дай отчет вуе, ты знаешь Иисуса, что нет. А он перед служанкой, перед простой служанкой отрекся и, можно сказать, призывал на себя проклятие, то, что он, будучи с Иисусом, он настолько отрекался перед Сыном Божьим, перед Сыном Всевышнего. Братья и сестры, и когда запел петух, и глаза Иисуса встретились с глазами Петра, то что Петр заплакал. Петр заплакал. Как часто наши глаза встречаются с глазами Иисуса Христа. Мы делаем в нашей жизни какие-то ненужные вещи. Мы говорим ненужные слова. Мы показываем ненужные примеры. мы дружим с ненужными друзьями. Мы делаем по работе, может, ненужные операции, финансовые операции. Мы что-то делаем и говорим в то время, когда мы делаем, мы отрекаемся от Иисуса. Может, просто служанка подошла, может, просто где-то, где-то не нужно подпись поставить, где-то не так важно. Или где-то, так знаете, в нашей жизни что-то происходит не в так сильно важных моментах, но мы отрекаемся от Него. Отрекаемся, отрекаемся. Он призывает нас придите, говорит, рассудим. Он посмотрел на нас в глаза. И хочет, и я бы сказал бы, что Он хочет напомнить нам сегодня, как часто в нашей жизни поет этот петух, когда мы не на своем месте и глаза Иисуса Христа встроены на нас. Как часто поет петух, чтобы наше внимание, наши глаза обратить в глаза Иисуса Христа и чтобы Он посмотрел наши глаза. И вот дальше мне интересна картина, как развивается. Петр Голко горько заплакал. Как вы думаете, осуждал себя Петр? Ах, ах, ах. Я же так говорил. Я же так доказывал, если даже все отрекутся, но не я, Господи, не я. О, я думаю, что Петр после взгляда Иисуса Христа он все понял. Но я думаю, что его наполнял такой страх отречения. Но интересно, Матфей сказал об этом чудные слова. здесь, я думаю, состояние Петра можно почувствовать, что если бы он встретился с Иисусом, он бы его наказал бы, уничтожил бы, истребил бы, потому что он хорошо знал, потому что он сказал, что ты сын Бога живого. Да, он понимал, что это сын Божий. И вот отречение имело великую вес в его внутреннем состоянии. Но Матфея открывает эту картину совсем трое стороны. В 16 главе Синностей Иисус говорит, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Происходит трепещущая встреча Петра с Иисусом. Петр знает, что он отрекся, так как мы знаем, где во многих местах мы поступили неправильно, ни как верующие, ни как служители Божьи. И тут появляется Христос, приходит трапеза в нашей жизни в воскресный день, и он приглашает, давайте рассудим. И в кого сердце чистое, которое Бог сотворил, он бодро смотрит, наблюдает свою жизнь, бодро идет и радуется встречи с Господом Иисусом Христом, принимая его жертву, телу и кровь Иисуса Христа. А если кто-то, знаете, не то, что так на виду себя показать, а так, серьезно осознать, то я думаю, и коленки трошки дрожать, и совесть судит, и как-то такой, Господи, не хочется. Я думаю, и состояние Петра. Христос сказал, скажите ученикам, и скажите Петру, обязательно, чтобы был Петр. И я так думаю, как и Петр идет на ту встречу. Там ученики, там Иисус, который уже воскреш из мертвых, и сунется как-то Петр. Думаю, ну сейчас Христос, от которого я отрехся, что-то уже меня с землей смешает, как бы, нашими словами сказать. в состоянии Петра. Но написано, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю. Я уже все понял. Когда запел петухку, я увидел твои глаза, я все понял. Но я понял, почему ты мне так говоришь, почему ты лучше мне выговори, лучше мне ремня дай, лучше мне что-то скажи сильное. А ты мне так глубоко говоришь, что, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Да, я люблю тебя, потому что я раскаиваюсь в своих поступках. Я люблю тебя. И даже сказал, любишь ли ты меня? Больше, нежели они, они же не отреклись. Но Иисус видел в глазах Петра то состояние, исповедание, покаяние. И он знает, что в данном моменте Петр намного больше ценит Иисуса, даже, чем ученики. Он говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит, паси акции моих. И дальше в другой раз паси овец моих. И здесь мы видим, что поручение Петру даже воспитывать служителей, даже паси овец, как создание церквей, но здесь написано, что и дальше и паси акций моих. Здесь дано Петру большое поручение в данный момент, когда при встрече Иисуса Христа. И мне нравится, как Иисус нами, я бы сказал, что это внутреннее состояние Петра, который записал Иисус нами в своей книге 24 главе 15 стишок. В то время, когда Христос сказал, любишь ли ты меня, и дал ему поручение, как к любящему ученику, то Иисус нами сказал, а я и дом мой будем служить Господу. В этот момент, я думаю, Петр в состоянии Петра, когда он почувствовал это прощение, когда он почувствовал эту великую свободу, эту победу, он, я думаю, крикнул словами Иисуса нами, да, Иисус, я, я люблю тебя, я и дом мой, будем служить Господу. Братья и сестры, это заявление человека, любящего Бога. Бог не заставляет силой, но человек сам по себе, по отношению любого Иисуса, по отношению Бога в Старом Завете, он говорит, я и дом мой, будем служить Господу. Когда мы приняли крещение водное, мы обещали служить Ему доброй совестью. Дальше пришло чуть-чуть время, и мы женились, и нас все читали, мы давали обещание, мы, дом наш, будем служить Господу. Сначала, когда человек не женатый, он дает обещание Господу, дает Господи, я обещаю служить Тебе, значит, я обещаю быть Твоим, значит, мое сознание, мое состояние, мое занятие, чем я занимаюсь, моя повседневная жизнь, она принадлежит Тебе, я служу Тебе, Господи. Когда человек женится, тут уже семья, тут уже жена, тут уже дети, тут уже хозяйство, тут уже больше, и когда сочитаем, мы говорим, и дальше молодые дают обещание, что мы и дом наш будем служить Господу. Все, что в доме, книги, картины, DVD, компьютеры, интернет, одежда, еда, все, что в наше с моей супругой, моими детьми, что, что находится в поле моего зрения, в моем доме, я и дом мой, будем служить Господу. Это человек только со свободной совестью, понимая, кому он служит, может это сказать. Интересно говорит, я и дом мой, что мы имеем в нашем доме, братья и сестры, вот что мы имеем в нашем доме. Бывает в жизни верующих христиан, что мы имеем в нашем доме все, кроме Библии, имеем все, кроме Господа, имеем все, кроме молитвы, имеем все, кроме исполнения Духом Святым. Поэтому Иисус Христос призывает нас сегодня, перед трапезой вспоминаем, и это делайте в мое воспоминание. Он призывает, придите и рассудим ваше состояние. Интересно место описания, 4-й отца, я уже заканчиваю, написано в 4-й главе. Одна из жен сынов пророческих своплем говорила Елисею, раб твой муж мой умер, и ты знаешь, что раб твой боялся Господа, теперь пришел заимовдавец и взял моих обоих, моих детей, моих в рабы себе. Вы понимаете состояние, когда муж умер, остались дети, и дети забраны за долги, чтобы работали. И сказал ей Елисеич, что мне сделать тебе? Она сказала, нету рабы твоей ничего в доме. Слушайте, нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосудов с елеем. Вот это самое главное в нашей жизни сегодня, братья и сестры. Если даже в доме ничего не будет, это не то главное. Но елей сосудов с елеем, елей Божией благодати, он должен быть в нашей жизни. Вот это неотемлемая часть нашей жизни. И когда наполнены сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал, нет более сосудов. И остановилось масло. Вы представляете? А если бы были еще сосуды? А если бы было еще место, куда вливать этот елей? Он был бы елей, лился бы и лился бы. И когда не стало сосудов, тогда елей прекратился. Насколько мы открываем свой сосуд перед Богом, насколько мы хотим, чтобы наполнился елеем, настолько он наполнился. Знаете, мы приходим бывают всю жизнь верующие, всю жизнь грешим, всю жизнь каёмся, всю жизнь больные, может быть. Приходим, есть такие люди, которые каждое воскресенье приходят, помолитесь за меня, помолитесь за меня. Как будто свою нужду ложат на плечи церкви, помолитесь за меня. И ничего не случается. Ничего не случается. Бог обращается сегодня таким людям, а что в твоем доме? Есть ли вообще сосуды пустые в твоем доме? Приготовил ли ты место, чтобы налить этот елей Божий в твое сердце? Может, ты чем-то переполнена, чем-то заполнена, ты просто приходишь, за тебя помолились, и ты с полнотой, что у тебя наполнено старым, ненужным, ты уходишь, ничего не получилось. Сегодня, чтобы, как написано, подайте еще сосуды. Нету. Масло прекратилось. Насколько мы имеем сегодня открытое сердце и допускаем Бога в нашу жизнь, настолько мы будем иметь обилие благодати Божьей в нашей жизни. Псалопеец говорит, 34 главе, говорит, а моя душа будет радоваться, о Господе, и будет веселиться о спасении от Него. А моя душа будет радоваться, о Господе, и будет веселиться о спасении от Него. Дорогие мои, пусть Бог нас благосовет обильно, пусть Бог даст нам великую благодать. И прикасаясь к ней, то не просто трапезно, как мы приобщаемся каждый месяц, обрядно. Мы знаем, что первое воскресенье это будет приобщение к телу крови Господней. Нет. В это время Господь будет наливать свой елей. Как мой сосуд сегодня перед Ним? А может, нужно что-то поправить? А может, нужно опустошить его от чего-то ненужного? А может, нужно себя приготовить? А может, нужно что-то поправить в моем окружении? А может, в моем доме что-то нужно сделать? Что-то, чтобы в доме моем был порядок. Что-то нужно, чтобы мы что-то сделали. Если мы это сделаем, братья и сестры, то от нашего состояния до великих побед Секундное расстояние – это наша вера. Пусть Бог нас благословит, чтобы достойно приобщиться к телу крови Господней с победой, с великой жаждой. И раньше радоваться великому Господе, так как радовался Петр, после того, как Христос дал ему поручение, говорит, Симон Иоанн, любишь ли ты меня? Да. Вот тебе поручение, делай, дело мое. Давайте встанем и совершим молитву о нашем состоянии перед великим Богом. Великий чудный Господь, мы благодарим Тебя, что мы знаем Тебя. Мы благодарим, что мы Тебя познали, Иисус, благодарим Тебя. Мы величаем Тебя, мы знаем, Господи, что все открыто, обложено перед лицем Твоим, Господи. Мы знаем это, Господь, поэтому мы приходим с Тобой, и, как Ты сказал, придите и рассудим. Господи, иногда мы боимся, иногда нам стыдно к Тебе прийти, но Ты зовешь, и мы приходим к Тебе, Господь, и Ты не обечуешь нас, Господь, но Ты говоришь, что Ты нас любишь, и Ты даешь Твое великое поручение. Слава Тебе! Благослови Твой народ, благослови, достойно приобщиться к теглу крови Твоей святой, чтобы ничего не удержало, Господь, нас, от тех великих побед, которые, Господи, приходят в жизнь нашу, Господь, с Твоим именем, Господь. Хвала Тебе! Аллилуйя, Дух Святой! Аллилуйя, Тебе слава! Тебе хвала! Тебе похлонение великий чудный, Господь! Дольется от нашего каждого сердца с великой славой Тебе, чудный наш Господь, Отец и Дух Святой! Аминь! Слава Тебе!